Город Махачкава, Республика Дагестан. Конкурс «Дети читают стихи». Константин Симонов, сын альтеррориста. Был у майора Деева товарищ майор Петров. Дружили еще с гражданской, еще с 20-х годов. Вместе рубали белых шашками на скаку. Вместе потом служили в альтеррористском полку. А у майора Петрова был Ленька, любимый сын. Без матери при казарме рос мальчишка один. И если Петров в отъезде, бывало, вместо отца, друг его оставался для этого сорванца. Вызови Деев Леньку, а ну пойдем гулять. Сын альтеррориста пора к коню привыкать. С Ленькой вдвоем поедем, в рысь, а потом в карьер. Бывало, Ленька спасует, взять он не сможет барьер. Свалится и захнычит. Понятно, еще малец. Деев его поднимет, словно второй отец. Посадит снова на лошадь. Учись, брат, барьеры брать. Держись, мой мальчик, на свете, два раза не умирать. Ничто нас в жизни не может вышибить из седла. Такая уж поговорка у майора была. Прошло еще два-три года, и в сторону унесло Деева и Петрова военное ремесло. Уехал Деев на север, и даже адрес забыл. Увидеться это бы здорово, а письма он не любил. Но от того должно быть, что сам уж детей не ждал, а Леньки с какой-то грустью часто он вспоминал. Прошло десять лет, кончилась тишина, громом загрохотала над родиной война. Деев дрался на севере в полярной глуши своей, иногда по газетам искал имена друзей. Однажды нашел Петрова, значит, жив и здоров. В газете хвалили Петрова, на юге дрался Петров. Но, приехавши с юга, кто-то ему сказал, что Петров Николай Егорыч геройско погиб в Крыму. Деев вынул газету, спросил, а какого числа? И с грустью понял, что почта суда слишком долго шла. А однажды в один из пасмурных северных вечеров, где ему в полк назначен, был лейтенант Петров. Деев сидел над картой при двух чадших свечах, вошел в высокий военный, косая сажен в плечах. В первые две минуты Деев его не узнал, лишь босок лейтенанта о чем-то напоминал. А ну, повернитесь к свету, и свечку к нему поднес. Все те же детские губы, все тот же курносый нос. А усы, так сбрите весь разговор. Ленька, так точно, Ленька, он самый товарищ майор. Значит, окончим школу, будем вместе служить. Жаль, до такого счастья отцу не пришлось дожить. У Леньки в глазах блеснула непрошенная слеза. Он скрипнул зубами молча и оттер рукавами глаза. И как с детства майору пришлось Леньке снова сказать, Держись, мой мальчик, на свете два раза не умирать. Ничто на жизни не может вышибить из седла. Такая уж поговорка у майора была. Прошло еще две недели. Шел в скалах тяжелый бой. Чтобы выручить всех, должен был кто-то рискнуть собой. Деев к себе вызвал Леньку. Взглянул на него в упор. По вашему приказанию явился товарищ майор. Ну что ж, хорошо, что явился. Оставь документы мне. Пойдешь один без радиста. Рация на спине. И через фронт по скалы пройдешь в немецкий тыл. Пойдешь по такой тропинке, где никто не ходил. Понятно? Понятно. Разрешите идти. Иди. Майор остался в землянке. Снаряды рвались впереди. Где-то гремело и ухало. Майор следил по часам. Двенадцать. Сейчас он, наверное, прошел уж посты. Час. Сейчас он, наверное, добрался к подножию высоты. Два. Сейчас он, наверное, лезет на самый хребет. Три. Скорей бы, чтобы его не застал рассвет. Деев вышел на воздух. Как ярко светила луна. Не могла подождать до завтра проклятая будь она. Всю ночь он шагал, как маятник. Глазу майор не сомкнул. Пока по радио лут нанесся первый сигнал. Все в порядке. На месте. Немцы левее меня. Координаты 3-10. Скорее давайте огня. Орудия зарядили. Майор рассчитал все сам. И с ревом первый залпы ударили по горам. Второй сигнал по радио. Немцы левее меня. Координаты 4-10. Скорее. Еще огня. Летели земля и скалы. Столбом поднимался дым. Казалось, теперь оттуда никто не уйдет живым. И третий сигнал по радио. Немцы вокруг меня. Бейте 5-10 и не жалейте огня. Я верю в свои снаряды. Не могут тронуть меня. Немцы бегут. Нажмите. Дайте море огня. И на координатном пункте, приняв последний сигнал, майор в оглохшее радио не выдержал. Закричал. Ты слышишь меня? Я верю. Смертью таких не взять. Держись, мой мальчик. На свете два раза не умирать. Ничто в жизни не может вышибить из седла. Такая уж поговорка у майора была. В атаку пошла пехота. К полудню была чиста. От убегавших немцев скалистая высота. Всюду валялись трупы. Раненый, но живой. Был найден в ущелье Ленька с обвязанной головой. Когда размотали повязку, что наспех он завязал, майор взглянул на него и вдруг его не узнал. Был он как будто прежний, спокойный и молодой. Все те же глаза мальчишки, но только совсем седой. Он обнял майора прежде, чем в госпиталь уезжать. Держись, отец. На свете два раза не умирать. Ничто в жизни не может вышибить из седла. Такая уж поговорка теперь и у Леньки была.